Мы будем проходить между городами, а также внутри городов и являться более экономичными. Несмотря на то, что есть такие уже давно устоявшиеся наши конкуренты, как метро, также трамваи, ну и сам автомобильный, в принципе, транспорт, но мы частично являемся и их конкурентами, и также и мы помогаем, потому что мы можем соединять разные ветки метро, которые не могут быть соединены по каким-то условиям, будь то застройка, будь то еще что-то, мы будем их объединять, потом мы можем проходить через реки с меньшими затратами, тем, что мы будем вторым уровнем, не надо будет копать никаких туннелей, ничего остального. Уменьшаются также наши затраты и по металлоемкости. Мы являемся очень экономичными в этом плане, что достигается преднапряжением. Дело в том, что в мире на данный момент никто не занимается и никто не анкерит такого рода сечения, какие у нас. То есть нашу дорогу мы проектируем сами, поэтому уникальность любого узла анкерения, неважно на любой путевой структуре, какой вы здесь не увидели, на ЭТП или в Арабских Эмиратах, он уникален тем, что нигде таких узлов больше нету просто, потому что это абсолютно уникальное сечение, и под него делается уникальный узел анкерения со своими требованиями на надежность, на, как я сказал, на электробезопасность и прочее. Сейчас завершается работа над созданием обновленной концепции безопасности транспортного комплекса, и там мы хотели бы предложить новую структуру, централизованную в основном структуру управления, где один центр управления занимается управлением всех объектов на каком-то достаточно протяженном участке или на всем транспортном комплексе, если он не протяженный. Центральная система управления, конечно, сама будет иметь в своем составе несколько подсистем, одна из них, видимо, это будет радиоблокировка, центр радиоблокировки, аналогичные тем системам, которые эксплуатируются на железных дорогах, на магистральных железных дорогах, ну и множество автоматизированных рабочих мест. В системе управления транспортным комплексом предполагается использовать и ряд интеллектуальных систем, они будут заниматься составлением расписаний, организацией взаимодействия транспортного комплекса SkyWay с другими видами транспортных комплексов. Наша система позволяет располагаться не только на земле, мы можем проходить по реке, по морю и делать тем самым оффшорный какой-то порт, где будет сделано место для погрузки, разгрузки того же транспорта судоходного, допустим, который не надо ему будет заходить близко к берегу, он будет разгружаться, загружаться и уходить дальше в море. А весь груз будет поставляться по нашему пути обратно. На сегодняшний день ВЭКС номер один из построенных транспортных комплексов это линия протяженностью километра, и она состоит из двух анкерных опор и напряженной путевой структуры. По верхнему пути ВЭКС номер один на сегодняшний день у нас имеется разработанное самоходное шасси высокоскоростного транспортного средства, которое нам необходимо для опробирования и оценки наших конструктивных решений, чтобы можно было в дальнейшем изготавливать опытный образец, готовый для сертификации. За счет того, что у них скорости намного выше, чем у обычных городских и грузопассажирских, транспортных средств, нам необходимо в конструктивные решения данных транспортных средств закладывать более надежные и безопасные решения, более конкретные алгоритмы управления как самим транспортным средством, так и комплексом. Время реакции на любую изменяющуюся обстановку, она должна быть минимальной. Зачастую, если высота не меняется, то энергии не должно никакой тратиться. Энергия в транспорте тратится только на сопротивление воздуха и на сопротивление качения. У нас экономия энергии достигается за счет отточенной аэродинамики корпусов наших транспортных средств. Но при этом скорости у нас выше, чем у классических транспортных средств. Поэтому энергозатраты будут меньше, двигаться с большими скоростями и обладать более высокими эксплуатационными характеристиками. Самое сложное в узлах анкерения – это электроизоляция. Потому что, как я уже сказал ранее, никто не использует такие узлы, никто не использует изоляцию на таких больших нагрузках. И речь идет не только о безопасности, но и о несущей способности данного материала. Поэтому большая нагрузка, конструкторская, инженерная нагрузка кладется на компанию за счет того, что многие испытания и цифры нам приходится подтверждать самим и узнавать. Пришлось над этим постараться, пришлось поработать немножко в других специальностях, открывать для себя новые инженерные горизонты. Но это интересно. Субтитры сделал DimaTorzok